Когда-то это была большая-большая конфета. Может быть, видели вы в преддверии новогодних праздников, в больших магазинах, вот этот шар, он был заполнен конфетами. Конфеты, кстати, были вкусные. Но вот эта вот штучка осталась у меня еще с прошлого года, и я решила ее задекорировать. Здесь две половинки. Будем декорировать их обе. Начнем с нижней части. Отступаю минуточку от своей работы и хочу попросить у вас извинения за мой голос, за мое произношение. Я болею, у меня насморк, французский прононс, но жизнь продолжается. Поэтому сегодня я с вами работаю. У меня есть вот такие салфетки. Рисунок самый зимний, самый новогодний. С помощью его и буду работать. А вы можете выбрать в тех цветах, которые хотите попробовать вы, или с тем сюжетом, который больше понравится вам. Для начала эту салфетку, которую я буду использовать, надо ее слои обязательно разделить. Эти салфетки бывают двухслойные, бывают трехслойные. Мне надо, чтобы остался только вот этот слой, на котором рисунок. Смотрите, какие олени здесь замечательные. И так как я буду использовать технику декупажа, ножницы мне здесь пока не нужны. Вот тот мотивчик, что я буду клеить, я его должна просто... Неровные края, пусть вас не смущают, это как раз то, что нам и надо. Теперь берем клей, кисточку и начинаем. Совершенно забыла вам сказать, упустила такой момент, как грунтовка. Эту пластмассовую получашу я грунтую обычной белой акриловой краской. Грунтовку наношу вот такой поролоновой штучкой. Это делается для того, чтобы не было следов от кисти. Потому что все мы знаем, что кисть оставляет разводы. Грунтуем. А потом это необходимо будет просушить. Видите? Вот получается такая шероховатая поверхность. Нет разводов от кисти. Ну и по всей видимости придется нанести два слоя грунтовки. Для того, чтобы грунтовка легла ровно, Эту поверхность надо было бы, ну, наверное, Немножко зачистить наждачной бумагой. Я это делать поленилась. Поэтому расплачиваюсь вторым слоем грунтовки. И по этой высохшей белизне, Это же наш фон теперь снежно-белый, Будем клеить салфетку. С помощью клея ПВА. Но так как он будет густоват, Я немножко его разведу. Вода. Клей. На глазок. Заготовку я немножко надорвала. Вот, смотрите. Это необходимо, Потому что у нас полукруглая заготовка. И чтобы ложилось все как раз Аккуратно и красиво. Вот это надо надорвать. Здесь пока еще нет никаких дополнительных украшений. И самый удобный момент для того, Чтобы покрыть это акриловым лаком. Он бывает матовый. Бывает глянцевый. Мне больше нравится матовый. Этот лак защитит Эту белизну От грязи. И будет дополнительным Укрепляющим Закрепляющим Слоем. У меня большая емкость, Потому что этот лак я часто использую. А вы можете купить Меньшую расфасовку. При высыхании Он становится бесцветным. И прочную. У меня в руках вторая половинка. И я согласно своему замыслу Покрою до половины Ее краской. Чтобы сверху осталось Небольшое как бы окно. Для того, чтобы можно было заглянуть внутрь. Здесь вот по краю Будет как бы Легкий Полупрозрачный снежок. Вот так. Видите? А здесь более толстый слой Который будет уже Непрозрачным. Смотрите. Вот он плавный переход От прозрачного К полупрозрачному И совсем к непрозрачному. А на вторую половину Пойдет следующий рисунок. Здесь будет Вот этот вот Снежиночный узор. Но так как для моих целей Этот рисунок широковат. Он закроет здесь Слишком много Белой поверхности. Я его немного Сделаю поуже Вот так, я думаю, Будет нормально. Вот именно такая ширина. Теперь разъединяем И клеим Смотрите. 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 И эту вторую половину я тоже закреплю акриловым лаком. В принципе, в этом рукоделии можно было бы идти более сложным путем. Покупать декупажные карты, клей для декупажа, грунт для декупажа. А можно обойтись гораздо дешевле и гораздо проще. Я взяла салфетки, а не карты для декупажа. Я взяла обычную краску акриловую, а не грунтовку. И клеила клеем ПВА, а не клеем для декупажа. Я считаю, что мое изделие от этого нисколечко не пострадало. Думаю, вы со мной тоже согласитесь. Здесь я решила добавить немного праздничности. А праздничность – это блеск. Не забываем же, что это у нас новогодний праздник. Поэтому без блеска, без шика здесь не обойтись. Вот на этой пайеточке хватает, конечно, этой праздничности. Но целиком она мне не нужна. Я решила ее разрезать. И уже вот эти половиночки буду клеить. Вот так. Можно добавлять на произвольном расстоянии друг от друга. Я выбрала размер такой, чтобы вот через две, ну вот видите, как бы сотый, да? Через две полусоты полпайетки между ними. Еще две. И еще полпайетки. Не забудьте только рассчитать правильно, чтобы эти промежутки между двумя пайетками были равными, одинаковыми. Дать, разметить, чтобы все было одинаково. А на верхней чаше я без вас добавила красивый шнурок. Вот такой он в серебре. Это то, что нам надо. Вот он по краю. А вот здесь место стыка выглядит не очень красиво. А то, что мы не можем спрятать, нам надо украсить. Сажаем по центру. неожиданно пуговицу. Но не пугайтесь. К пуговице добавляем немного клея. Сажаем сюда полубусину. И кто узнает здесь пуговицу? Нету никакой пуговицы. И еще две полубусины. Место стыка тесьмы надежно скрыто. И не просто скрыто, а еще и украшено в серебристых цветах. Нижний ряд полуснежинок я дополнила таким же рядом полуснежинок вверху. Вот так это получилось. Ну и в принципе работа закончена. Но остался еще вот этот вот верх. Как-то он сиротливо выглядит. Я решила, что его тоже нужно бы украсить. Украсить я хочу пайеточкой. Я ее немножко согнула. Потому что здесь видите немножко на конус. Вот здесь вот эта часть. А чтоб пайетка хорошо легла, пришлось ее немножко согнуть. Еще у меня есть вот такой недорогой стразик пришивной. Его я тоже приклею на макушку. Но так как у него торец, вот этот будет выделяться не очень красиво, этот торец я закрою стразовой цепочкой. Вот они. Два ряда стразиков. И тот самый первоначальный страз, что я вам показывала, уже не узнать. так, наверное, покажу. Так, наверное, будет эффектнее. Здесь снежинка уже на месте. Осталось пристроить вот эту бабушку. Вот так. Работа закончена. настало время любования. Конечно, получившийся шар нельзя повесить на елку. Он слишком для этого велик. Но нам это не требуется. На елку мы найдем, что повесить. А вот это вот получится такая деталь, декор новогоднего интерьера. Я думаю, ему место будет под елкой. И под елкой будет чудесно смотреться. Нижний ряд можно рассматривать. Тут и елки, и олени, и цвета очень красивые. Вверху снежинки и пайетки в виде снежинок. Смотрите, как переливаются. здесь вот есть окошко и пимпочка, которую мы с вами делали. Помните? Сюда можно положить подарок новогодний. И также вот он под елочкой и будет лежать. А еще сюда можно поместить свечу, но только не настоящую. А знаете, такие, которые от батарейки работают? Или диодики, ленточку, гирляндочку диодную, которая работает от батареек, которой не нужно подключение к сети. И когда вот сюда ее положить, а в вечернем освещении будет гореть и огоньки мигать, и будет совершенно сказочная новогодняя атмосфера. Я думаю, вы обладаете достаточной фантазией, чтобы себе это все представить, потому что нет у меня сейчас ни этой свечи, и, честно говоря, гирлянда с диодиками еще не достала. Я ее еще не достала из того места, где я это храню на чердаке. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что получилось неплохо. обе идеи хороши, и как хранилище для подарка, и как своеобразный светильник под елку. На этом я с вами прощаюсь. Буду рада, если вы поддержите меня пальчиком вверх. Можете и подписаться на мой канал. Я буду рада и тому, и тому. Желаю всем не болеть, не унывать. Всего-всего вам доброго! С вами была Марина. Субтитры создавал DimaTorzok